Наконец-то, наконец-то пришла весна. Пару неделек, чтобы весь Краснодар зацвёл. Краснодар — это город контрастов. Так тихо, спокойно, машин вообще нет. Частный сектор, коттеджные посёлки, они все находятся за городом. Привыкла, что такое встречается только в станицах. Послушайте, как поют птички. Как громко, как звонко. Привет, друзья. Очень красиво. Это и хочу сегодня вам показать, подарить своё весеннее настроение, чтобы вы посмотрели видео и прониклись, прочувствовались этой кубанской весной, прекрасным временем года. Сегодня я гуляю по черёмушкам. и показываю вам здесь, какая обстановка сейчас, в апреле месяце, когда уже наступает, наконец-то, весна долгожданная, тёплая. Буду показывать вам, какие цветы распустились около обычных многоквартирных домов. И почему бы не показать такой Краснодар с этой стороны? Я вам уже показывала Краснодар в частном секторе, показывала район Кубана-набережная, и хочу вот показать такие спальные районы Краснодара. В некоторых двориках ещё пока солнышко не попадает. И в тени, кстати, вот сразу прохладно, и вечером тоже ещё нисколько не жарко. Поэтому пока погода очень обманчивая, очень обманчивая. Когда я показывала этот микрорайон, то многие писали мне о том, что ну ведь такие микрорайоны, они по всей России, здесь всё одинаковое. Да, я не спорю, но сейчас-то вся прелесть в том, что здесь цветёт очень много цветов. Что не скажешь про многоэтажные многоквартирные дома. Там столько цветов, заметьте, нет. А вот здесь просто целые поляны. И я прихожу в эти микрорайоны именно для того, чтобы понаслаждаться красотой первоцветов. Вот и пролески. Они ещё не цвели. Вот они, красавцы. Недавно мы были в горах около Новороссийска, и там тоже было очень много пролесков. Какие-то уже, конечно, отцветают. Это видно. А вот и первые деревья, которые зацвели. Конечно, ещё это очень мало. Нужно ещё, думаю, пару неделек, чтобы весь Краснодар зацвёл. Но когда он зацветёт, будет на улице такой сладкий аромат стоять, вы бы знали. А пока это так. Единичные деревья. Ранние, так скажем. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Когда моя мама увидела видео моё про первоцветы, она сразу сказала, «Ксюша, хочу себе вот такие цикламены в сад». Около ещё одного дома увидела огромную поляну цветов, каких-то неизвестных абсолютно для меня, как они называются, не знаю. Возможно, вы мне подскажете, поможете. Но они тоже очень красивые. А вот крокусы затесались. Кстати, в парке Галицкого высажены прям поляны этих крокусев. А на солнышке, правда, очень-очень тепло. Прям вообще я аж расстегнулась. Иду рядом с садиком. Детки гуляют, очень шумно. Смех раздаётся. Вот ещё один плюс старых микрорайонов, что здесь всё есть. То есть и школы, и садики, и колледжи, и университеты, и общественный транспорт развит очень хорошо. Конечно, такие районы не так симпатично выглядят, но зато они более функциональны, так скажем, более продуманы. А это у нас самая главная и самая, пожалуй, шумная улица в Черёмушках, Ставропольская. Здесь трамваи ходят, машины ездят, троллейбусы. Это у нас перекрёсток с второй пятилеткой. Здесь все первые этажи заняты магазинами разными, кафешками, кофе на вынос. То есть, ну здесь всё-всё-всё. Ставропольская сама по себе очень длинная. Она берёт начало аж с центра. Вот. И идёт вплоть до Старокубанского кольца. Напишите, какие районы Краснодара вам было бы интересно увидеть, потому что на самом-то деле я здесь вот уже долго живу, но я была не во всех районах. Вот так вот. Конечно, я общее представление о городе имею. Знаю, где что, как добраться, в какую часть города, но не во всех районах была. Это факт. Вот сейчас солнышко пригреет, и все будут раздеваться. Я, конечно, пока не спешу раздеваться, потому что всё-таки погода очень обманчивая. И учитывая то, что я хожу на учёбу поздно вечером, то я всегда стараюсь одеться потеплее, потому что лучше расстегнуться, чем замёрзнуть и простыть. как вы видите, здесь во дворах можно купить фрукты, овощи. Продают всё. То есть далеко ходить не нужно. Яблоки и апельсинки, всё-всё-всё есть. Ну, можно мне полкилограммчика помидор? Уже даже клубничка первая есть. Стоит только немножко свернуть с какой-нибудь главной улицы в Краснодаре, и ты попадаешь совсем будто бы в другой мир. Улицы очень контрастируют друг с другом. Вот сейчас здесь так тихо, спокойно, машин вообще нет. А на Ставропольской движуха. Ну, почему спокойно? Потому что вот буквально три минуты ходьбы, и ты попадаешь уже в частный сектор. Тут уже и собачки лают. Ну, согласитесь, полный контраст тут прямо. Представляете, даже в Краснодаре на разлив из бочки продают молоко. Я такое первый раз вижу. Очень удивлена, потому что привыкла, что такое встречается только в станицах, то есть в сельской местности, а тут, бац, в городе из бочки. Ведь покупают, покупают. Вот мне кажется, что сегодняшняя моя прогулка показала, что Краснодар — это город контрастов. Бесспорно. Вот скажите, ну как в этом городе умещаются всё? Ну всё, и многоэтажки, и частный сектор, и коттеджные посёлки. Ну, удивительно, удивительно, это правда. Для северян это в диковинку, потому что мы привыкли как, что частный сектор, коттеджные посёлки, они все находятся за городом, либо на окраинах. А тут получается, что в самом центре города, что будет стоять частный дом, это нормально абсолютно. Вот такие вот улочки южного города. Вот так вот живут краснодарцы. Не забывайте ставить лайк, писать свои комментарии, делиться впечатлениями от увиденного. Вот даже кто-то наводит марафет у своих домов. Вышли на какую-то шумную улицу. Видите, здесь даже уже двухэтажные многоквартирные дома. Оказывается, что я вернулась всё на ту же улицу Полины Осипенко. Посмотрите, здесь тоже цветёт дерево. Какая красота! А запах какой стоит! Вообще, вот я вот сейчас гуляю по всем этим краснодарским улицам, и я точно для себя поняла, что если жить на юге, то только в своём доме. Потому что свой дом и своя квартира в многоквартирном доме это небо и земля. Вот вы посмотрите, как тихо и спокойно в частном секторе. И разве будет ли так спокойно около многоквартирного дома? Я считаю, что нет. Здесь вот всё есть абсолютно. Даже какие-то маленькие магазинчики, и то всё есть рядом и под боком. На каких-то плодовых деревьях только вот-вот назревают почки. Но уже понятно, что распустятся розовые цветы. Сегодняшняя моя прогулка очень понравилась, потому что я увидела много новых для себя улиц. Посмотрела, как живут краснодарцы, какие дома здесь построены. Это очень интересно, потому что город — это что такое? Прежде всего, это его люди, это его улочки. И знакомство с улочками позволяет познакомиться и понять специфику города. Здесь же на районе какая-то школа. Я вижу, что ребята сейчас там занимаются физкультурой. Идут уроки, идёт физкультура. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забудьте поделиться впечатлениями от увиденного в комментариях. Буду вас ждать внизу. И не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, если вы этого ещё не сделали. А мы с вами увидимся в новых роликах. Всем спасибо. Пока-пока.